Сегодня в России отмечается День кондитера. Ну и, конечно, мы не могли не позвать в студию... Ммм... Профессионал, подсказательный... Очень сладкого человека. Дело, кондитер, владелица кондитерской студии Татьяна Вершинина. Таня, привет! Доброе утро. Ну так, в утреннем экспрессе меня еще точно пока никогда не представляли. Поздравляем, да, с профессиональным праздником. Спасибо, спасибо, ребята. Как так произошло, что вдруг ты стала кондитером? Увлечение переросло в профессию? Ну, вы знаете, наверняка 70% всех историй, когда девушки-кондитеры рассказывают о том, что они стали кондитером, с одной фразой «Я вышла в декрет, у меня появилось свободное время, у меня был творческий потенциал, я решила его реализовать». У меня, наверное, такая же история. Появились маленькие дети, мне захотелось, чтобы они ели что-то очень вкусное, что-то очень правильное в плане приготовления, что-то очень красивое. Заказала торт, привезли, было невкусно, некрасиво, мы все расстроились. И решила, что «А почему бы не попробовать самой?» Так. Попробовала, не получилось, попробовала, опять не получилось, как в любом деле, в принципе. Но так просто не сдалась и начала, начала, начала потихоньку. Главное, начинай с чего-то простого. Не делать сразу свадебные двухъярусные торты, потому что ты решил назвать себя кондитером. Потихонечку, по чуть-чуть. Начинать с каких-то простых, не знаю, там, с простых продуктов, с простых рецептов, и все получится. Тем более, что художественное образование, оно очень в этом деле, конечно, помогает. Да, Таня шикарно оформляет все свои кондитерские изделия. Я был одним из первых, так сказать... Подопытных. Подопытных. Тогда еще, сейчас уже дегустат. Да, ну слушайте, это действительно, Таня, очень вкусно. Что мы сегодня будем с тобой готовить? Сегодня мы приготовим десерт, который называется Трайфл. Трайфл – это, по сути, торт в стакане. Почему я люблю эти десерты, особенно в летний период? Лето, жара. Сейчас уже на улице достаточно жарко, сегодня днем вообще плюс 28, обещают. Если мы едем куда-то за город, едем в гости к друзьям, на природу, везем торт, о чем мы всю дорогу думаем? Что же случится с тортом? Крем растает, что-то произойдет. Здесь волноваться не надо, потому что, по сути, тот же самый торт, но он запечатан в стакан. Вот так вези, вези его по загородной дороге, по жаре, ничего с ним не случится, и делать просто. Если вы только начинаете первые шаги свои делать, скажем так, в кондитерском деле, вы не умеете выравнивать торты, что очевидно, да, человек, к сожалению, не рождается с этой опцией, вырожденного этого нет, то делайте десерты в стакане. Выравнивать не нужно, вкусно и красиво. Что нам для этого понадобится? Самое главное. Перчатки? Да, самое главное у кондитера – это чистые руки, поэтому, Александр, я думаю, что М-очка размер должен подойти. Должен. Спасибо. Кэтиш тоже надевай. Что мы будем делать? Я уже заранее подготовила для вас шоколадный бисквит, так как дело к лету, никаких тяжелых начинок быть не должно. Ой, все должно быть легко и воздушно. А шоколадный бисквит ты сама готовила? Ну, Саша, ну, конечно, не супермаркет же, да, сама приготовила шоколадный бисквит и вот так его немножко измельчила, чтобы удобно было накладывать в стаканчик. Шоколадный бисквит, здесь у нас с вами начинка манго, маракуйя с кусочками свежего манго. Когда делаете манговую начинку, обязательно добавляйте маракуйя, потому что манго очень сладкий, маракуйя кисловатый. И когда вот это вот мы все соединим, получается такой прямо баланс вкуса. Ну и свежие ягоды, наконец-то, они появились. Вот прям сразу, как будто бы лето. Прям пробуем? Ну, а чего, кто нам запретит? Так, и что мы делаем? Так, давайте. Итак, да, вкусно? Берем стаканчик. Все, не поела? Свободно. Давай, накладывай стаканчик. А сколько нужно? Давай две ложечки. Две ложечки. Если любите сильно пропитанные десерты, можно еще пропитать сахарным сиропом. Но я думаю, что у нас так получится вкусно. Я хотела спросить про начинки. Вообще, их сейчас такое многообразие. А вот если я хочу подарить торт человеку, но это сюрприз, как вот не прогадать? Как вот, чтобы точно понравилось? Главное, наверное, оттолкнуться от чего-то самого общего. Нет ли у человека на что-то аллергии? Первым делом, о чем я спрашиваю, на орехи, на мед, на еще какие-то компоненты. Даже на ту же клубнику тоже может быть аллергия. Если аллергии нет, то, наверное, самые такие классические начинки – это шоколад. Его любят практически все, особенно дети. Что-то ягодное. Ну, вот это, наверное, сильно экзотически, да? Но если мы возьмем клубнику или малину или вишню, это ягода более нам понятна, поэтому не прогадаем. Итак, давай, Катюш, попробуем. Катя, давай пробуй. Ой, так, теперь самое сложное – это кресок. Да, как мы его зажимаем в руке. Вот так зажимаем. Чтобы сверху не побегало. Да, здесь держим, но я на всякий случай вам зафиксировала. Не то, чтобы я в вас не верю, но чтобы в прямом эфире так не получилось. Давай, и ты тоже, Саша. Давай. И вот так вот выдавливаем кружочек. Раз. Ну, Саша, хватит. Достаточно? Саша, как всю жизнь на кухне. Да. Ну, давай, я сделаю вот этот. Ага. Катя, хватит. Все, сейчас мы выкладываем начинку. Красиво, ровненько, чтобы по краям было очень элегантно. Я тоже буду выкладывать. Оно застряло тут. Нет. Она должна быть такая немножко… Густая, да? Густая, конечно, стабильная, чтобы не потекла. Так. Так. Слушай, по-моему, уже хорошо, уже вкусно. Уже красиво. Уже красиво. Катя Львина. Еще, пока я накладываю, буду спрашивать. Так, сейчас снова бисквит. Существует, наверное, такой миф, что у кондитера всегда тоже еда сладкая. Так ли это? Ну, вообще, конечно… Тань, ты в прекрасной форме. Ты же пробуешь все равно или нет? Да пробую, конечно, Саша. Ну, как мне пробовать? Когда кондитеры говорят, что я никогда не ем десерты, это все неправда. Мы все равно пробуем. Мы должны знать, насколько это вкусно. Ну, пробуем, конечно, не каждый день. Есть уже рецепты. И мы о нем готовим уже пробовать не обязательно. Но когда появляется что-то новое… Нет, это мы оператора угостим Николая Николаевича. Для него давайте сделаем. Для Николая Николаевича побольше. Я стараюсь, да. Поэтому, конечно, пробуем. Но не каждый день. И это не должно быть нашим рационом. Торт на завтрак, на обед, на ужин. Потому что тогда уж я бы тут у вас не влезла. Скажи, пожалуйста, а вот как ты считаешь, твое самое оригинальное блюдо… Кондитерское? Да, кондитерское. Что это? Что? Что вот тебе больше всего нравится? И готовить, может быть, и пробовать. Да что ж такое у меня все? Ой, Саша. Ну, вот видишь, как хорошо, что ты в перчатках смог взять и попробовать. Что касается кондитерского, самое оригинальное. Да. Что же? Вообще, я, конечно, когда общаюсь с людьми, которые заказывают торты, я им говорю, что это как в моде. Я надену все лучшее сразу. Вроде бы хочется показать, да, что у меня все есть. Но это выглядит некрасиво. И точно так же и в десертах. Все сразу в одном торте не совмещать. Я очень люблю медовики. Как бы это ни звучало банально, но это самый топовый торт на протяжении последних, наверное, десятилетий. Он вкусный, он понятный, особенно детям. Поэтому, когда родители не знают, что выбрать для своего ребенка, я говорю, берите медовики, если нет аллергии на мед. И тогда точно не прогадаете. Так. Так, давай немножко еще тут. Еще добавим. О, так. Наверное, надо, да. И теперь украшаем ягоды. Все, и украшаем ягоды. Посмотрите, вы сами сделали вот такой дизайн. Вау, красоту. Смотри, что и так красиво. Да. Давай украшать. Украшайте, Катя, пожалуйста. Да, ну сейчас я придумаю, мне надо придумать композицию. Ай, что там придумывали. Что-то символизирует. Подождите. Давайте я тоже тогда... Таня, покажи, как это делается. Ага. О, как я угадала. Ты молодец. Так, и, как говорится... Вишенка на торте. В прямом и переносном смысле. Так, и вишенка. Что-то, по-моему, хорошо. Да. Посмотрите, такой десерт может сделать каждый абсолютно, даже если вы не кондитер. Печете бисквит, бисквитов огромное количество, делаете крем, делаете начинку. Можно сделать с карамелью с орешками. Можно сделать с классическим бисквитом и добавить просто шоколад или свежие ягоды. Поэтому тут вообще ваша фантазия абсолютно безгранична. И даже дети справятся. Таня, еще такой вопрос у нас с вами получился. Будешь сегодня праздник отмечать? Конечно, пойду на работу. Что ты, печь, печь, печь с утра до вечера, с утра до вечера. Что Миша с Дуней больше всего любит из твоего? Да, Миша с Дуней, это мои дети. Дети, да. Они, конечно, искушенные. Это самые сложные заказчики. Они ходят, проверяют, ну что, готов ли мой торт. У меня день рождения через неделю, а ты еще не начала печь. Да, конечно, Дуня в свое время мне нужен двухъярусный торт. Я говорю, дочь, на свадьбу-то мы тебе что будем делать? Сколько ярус? Сколько это уже, да. Да, сейчас уже немного поспокойнее. Ай, мам, нам медовик. Иль, ай, я сейчас сделала очень хитрый ход. Я говорю, торт вам будет сюрпризом. Чтобы вот этих вот тех заданий длинных не было. Пользуясь, да, родством с кондитером. Поэтому они все любят. Они такие очень благодарные дегустаторы. Им все нравится. А мне нравится твой меренговый рулет. Да что ж ты не сказала? Я бы принесла. Сделали? Да, Саше, кстати, надо отдать должное. Да, он меня на первых этапах моей, начала моей кондитерской карьеры очень поддерживал. Пробовал, ему всегда было вкусно. Потому что не знаю, так ли это было на самом деле. Зуб даю. Вередине. Опасно. Так, ну что, давайте пробовать. Давайте пробовать, да. У вас есть ложечки. Ну-ка, ну-ка. А нужно сразу туда, вот прям до дна? Ну да, желательно подцепить хотя бы вот первые три слоя. Опа, ну-ка. Ну как? Очень? Ум-м-м. Ум-м-м. Тань, спасибо тебе большое. Хорошо пошло. Специальный завтракал. Специальный завтракал. Да, сейчас можно заварить чай или кофе, и будет еще вкуснее. Спасибо. Таня Вершинина была у нас в гостях, замечательный человек, кондитер. Да. Ведущих бывших не бывает. Это точно. Спасибо большое. Я всех кондитеров поздравляю с праздником. Девочки и мальчики, это действительно тяжелая работа, хотя кажется, что это очень красивый бизнес. Это тяжело, тяжело физически. Мы всегда на ногах, у нас всегда руки в работе. Поэтому сил нам и побольше благодарных и приятных отзывов.